Музыка Музыка Звездом в небе засияет я плотно, звезды забирают эту маме, эту друзья и одну, конечно же, вам. Звездом в небе засияет я плотно, звезды забирают эту маме, эту друзья и одну, конечно же, вам. Музыка 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 Звездом в небе засияет я плотно, звезды забирают эту маме, эту друзья и одну, конечно же, вам. Звездом в небе засияет я плотно, звезды забирают эту маме, эту друзья и одну, конечно же, вам. Добрый вечер, Бумель! Добрый вечер, друзья! Осень – красивая пора, не перестаю восхищаться буйством красок за окном. Ты заметил, что даже какой-то особенный аромат у этой поры года? Разве что аромат грибов, ведь несмотря на то, что грибной сезон подходит к своему завершению, сотни и даже тысячи дачников и, конечно же, любителей тихой охоты по-прежнему отправляются в лес за новым урожаем. Да уж, мне по грибы, разве что с компасом, уж очень боюсь заблудиться в лесу. О чем должны помнить грибники, чем опасны эти дары природы и каковы первые итоги грибного сезона 2016 в Гомельской области? Поговорим об этом с гостями студии, самое время их представить. Главный лесничий области, первый заместитель генерального директора Гомельского государственного лесохозяйственного объединения Александр Василенко. Александр Петрович, добрый вечер, рады видеть. Проходите. Заведующий отделением гигиены и питания Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Светлана Колеснева. Светлана Александровна, здравствуйте, рады видеть. Здравствуйте, добрый вечер. И научный сотрудник Института лесу Национальной академии наук Белоруссии Татьяна Моисеева. Добрый вечер. Добрый вечер. Татьяна Радольфовна, проходите. Так, уважаемые гости, рады видеть в нашей студии. Сегодня будет много полезной информации, просто уверен в этом. Но сейчас вопросы личные. За грибами в этом году удалось сходить? Удалось, и не один раз. И очень успешно. Расскажите, насколько успешен. Ну, успешен, потому что в среднем за три часа ведро грибов. Ассорти грибное. Ну, это тот случай, когда говорят, надо места знать, не так ли? Обязательно. Может быть, поделитесь секретом. Я надеюсь, вы поделитесь секретами сегодня в передаче, где самые грибные места в нашей области. Ну, я дачник и собираю грибы в районе своей дачи. Александр Петрович, можно ли вас назвать заядлым грибником? Наверное, вряд ли. Не так часто, как хотелось бы, удается сходить по грибах. В лесу бываю часто, но, к сожалению, не по грибам. Татьяна Рудольфовна. Я тоже больше по работе бываю в разных регионах Беларуси. Больше всего, конечно, в Гомельской области. А так, только на отдыхе в Минской области, на Нарыче удалось сходить пару раз за грибами. И, конечно, не сравнить с Гомельской областью. Вот так. То есть, я так понимаю, в вашем случае приятная с полезным, командировка, свободное время, обязательно лукушка грибов в подарок семье. Светлана Александровна, а вот самый большой трофей этого года. Что за гриб? Боровики, естественно. Какие? Приблизительно. Обычные, стандартного размера, маленькие и средние. Таких больших не удалось. Рыбаки обычно говорят про улов свой. Вот такие глаза у грибов. Вот такие шляпки. Ну, очень много дачников на грибах. Поэтому уже какие смогла найти. В среднем, среднего размера. Большие, маленькие, средненькие. Я понял. Вы просто скромничаете, чтобы рядом с вами было как можно меньше конкуренции. Естественно, потому что в районе дачи, естественно, больше дачников, чем грибов. Как правило, нужно места знать. Кстати говоря, на днях секретами тихой охоты гомельчане поделились и с корреспондентом нашей программы. Давайте посмотрим, что из этого вышло. Грибы любите собирать? Да. Люблю. Ну, бывает иногда, когда есть время. Ну, у меня супруг любит собирать очень. Завтра собирается. У меня еще собирает и мама. Не люблю, не знаю, не умею, не собираю. Друзья ездят всегда. У них большой урожай получается собирать. Ой, в этом году не собирали. Сухо было. И не успели, потому что мы заняты, да? Еще ни разу в этом году не было работы. Работа и работа и дети. Поэтому нет. Но люди говорят, что грибы есть. Ехали на машине, видели, вот такой подберезовик стоял вдоль трассы. Такая шляпка. Как оценивать этот грибной сезон? Летом грибов не было, потому что было сухо. А сейчас я в лесу не была. Вообще грибов нет. Даже несчастных сыроежек. Мы редко собираем. Ну, берем только белые. Ну, польские можно взять. А так, другие мы не берем. Ну, лисички, если есть. А сейчас заварят вот там. За городом очень много шампиньонов. Очень много. Все поле, людьми усеяно. Все собирают. У нас по городу, насколько я знаю, даже вот в этом парке есть шампиньоны. Они как-то считаются более экологически чистыми и защищены от радиации. Где чаще всего собираете? Ой, это уже, ну, в основном за городом. Дударево такая есть. Деревня. Заларещево там. Цикуны. Там грибное место. Ну, сейчас туда налетят грибники. В Ветковском районе. Ну, то есть до Ветки не доезжая. Там чистая зона какая-то относительно. То есть незапрещенная. В районе интерната Васильевка. Вот в Ветковском районе, в Чечерском такого. Вот у меня и путь сдачи. Там тоже под Осиновку хватает. Я беру сыроежки, белые грибы, подберезовики, подосиники. Сомнительные не беру. Какие попадутся? Сыроежки, опята, маслята. А вот лисички уже как бы... Люди наши повыгребали давно-давно, когда было еще тогда бум этот. Белые, хорошие грибы. Ну, жарим, консервируем. Можно замораживать, да. Замораживаем. Хорошо. Допустим, в деревнях, вот как я знаю, бабушка делала сушила на печке. Теще отдаю, она их варит, а потом замораживает. И вот едим. Рассольные с грибами вообще не люблю. Такое жаркое, но оно обычно с мясом идет, а то с грибами исключительно. Мясо по-французски. Пиццу. Ну, что пожарный. Съел и все, мы не закатываем их. Я стараюсь, во-первых, в лабораторию занести, посмотреть, чистые эти грибы, можно ли их употреблять в пищу. На зипе находится этот центр, с инстанцией. Туда привозишь, если все хорошо, тебе отдают твои грибочки обратно, если плохо забирают. На радиацию грибы проверяли? Никогда в жизни, честно говоря. Ну, почему оно видно, если хороший гриб? Вы знаете, наверное, уже радиация, если она есть, она равномерно распространилась сюда. Это программа «Добрый вечер, Гомель», и мы продолжаем. Мне, как любому, наверное, нашему телезрителю, интересно, какие же грибы характерны для нашей местности, и много ли среди них несъедобных грибов? В нашей местности произрастают различные грибы, но все-таки хотелось бы, чтобы человек, идя в лес по грибы, был уверен, за каким он грибом идет, и собирает какой гриб, что он полностью уверен, что этот гриб съедобный. Это и белый гриб, подосиновик, лисички, сыроежки, опята, опять-таки. Но есть грибы, разделяются на несколько категорий. Надо учитывать, что леса Гомельской области подвержены радиационному загрязнению, и есть грибы, наиболее накапливающие радионуклиды, а есть, ну, менее накапливающие. Поэтому... Может, стоит объяснить, за каким грибом все-таки нужно потянуться? Те аккумуляторы, которые наиболее накапливают, это маховики, масленок, польский гриб, их надо просто исключить из сбора, потому что... По крайней мере, в нашей области. Да, в нашей области. Это касается, в первую очередь, конечно, нашей области. Средние накапливающие грибы... Будет сыроежка, зеленка, грибы. Слабонакапливающие – это будет белый подосиновик, опять-таки лисичка. Ну, и самые слабонакапливающие – это опенок и грибзончик. Вешенка – это более культурный гриб в лесу, да. Татьяна Рудольфовна, в связи с изменением климата, а ведь мы и специалисты, в первую очередь, наблюдают, что и климатические зоны меняются, в том числе и 2016-е не исключение, говоря про Гомельскую область. Может быть, до недавнего времени редкие грибы стали как-то больше и лучше себя проявлять здесь, на наших территориях, в наших лесах? Ну, не знаю. Для всех видов грибов, по-моему, чрезмерная сухость и чрезмерная влажность не подходят. Им нужны такие условия, ну вот, наверное, как в Минской области, в Витебской, которая самая урожайная, в полтора раза там выше урожайности грибов и ягод. Вот. Такие, чтобы не слишком холодно было, вот, и не слишком жарко, и дожди такие кратковременные, вот, а не то, что ливень пошел, вот, промочил, а потом сухо. То есть новых видов грибов за последние несколько лет не появилось, но малоизвестных гомельчанам? Малоизвестных грибов много в лесах. Вообще-то в лесах у нас около две с половиной тысячи, из них 200 являются съедобными, и лишь 15 в той или иной степени ядовитые. Поэтому грибов... 200 съедобных видов грибов. Да, да. Сколько ты знаешь? Ну, может, десяточку назову. Ну, конечно, это белый гриб под березой, под осиной, маслята, маховики, сыроежки, лисички, вот. А много же есть грибов такие, как навозники, плютей, говорушки, поплавки. Вот никогда бы не потянулась моя рука за грибом-навозником. Муж, простите. Ты просто не знала бы, что оно так называется. Гриб-зонтик пестрый, который многие принимают за мухомор пантерный. И даже среди дерева, разрушающих грибов, есть, которые в молодости можно употреблять в пищу. Это тот же трутовик серно-желтый, такой яркий, бывает по весне, на полу развалившихся деревьев попадается. И трутовик овечий, или беляк его в народе называют. Как много наименований. И даже среди мухоморов встречается один вид. Это мухомор краснеющий или серо-розовый, который после отваривания можно вполне употреблять в пищу. Что вы делаете с нашими зрителями? Те, кто был до недавнего времени уверен, я в грибах спец, сейчас скажут, да я же ничего не знаю. Те, кто был до недавнего времени уверен, что мухомор, это уж точно несъедобный ядовитый гриб, разочаруются. В этом мнении. Заядлые грибники сетуют. Этот грибной сезон в Гомельской области можно назвать достаточно неудачным. Александр Петрович, как можете охарактеризовать его вы? Наверное, отчасти правы. Потому что, как и было сказано, что для гриба надо определенные погодные условия и влажность и температура. Что касается температуры, конечно же, у нас в Гомельской области очень южный регион, можно сказать. Видите, последние два года при этом очень засушливая погода. И для роста грибов, наверное, только в отдельных небольших регионах, вокруг дачи где-то у кого-то, да, можно было собрать грибы, при том даже и белые. А так, в целом, для области, конечно же, грибной сезон, будем говорить, не урожайный. То есть, главная причина, все же, засуха. Да, главная причина для грибов не столько температура, а вот именно влажность и воздуха, и почвы. И не только до плодоношения, в период плодоношения, но даже учитывается в предшествующий сезон. Особенно вот осень 2015 года, дефицит влаги в почве был. Потом зима тоже, снежный покров небольшой, только в январе снега выпало и морозы. Также весна не очень влажная была. Все это сказалось. А вообще можно спрогнозировать урожайность грибов на предстоящий сезон? Это самая тихая охота. Это конец лета? Что касается урожайности, то уже на протяжении нескольких десятков лет по заданию Министерства природы и охраны окружающей среды Сотрудники сектора пищевых и лекарственных ресурсов леса, института леса, занимаются прогнозированием урожайности ягод и грибов. Насчет сроков по ягодам тут понятнее. А вот насчет сроков плодоношения грибов, тут такая же закономерность капризная, как и сама погода. Хотя сроки установлены и периоды роста грибов называются слоями. Первыми где-то в апреле, в конце или в начале мая появляются сморчки-строчки. Потом идет первый слой грибов, таких известных, как белый гриб, подберезовики, подосиновики, маслята. В общем-то, начинается тот самый грибной сезон чаще всего уже весной, в конце весной. В конце апреля, вот сейчас уже в связи с потеплением климата, раньше в конце мая был этот срок. Постепенно сдвигается. Светлана Александровна, когда вы идете за грибами в первый раз обычно? Обычно летом первые колоссовики, когда дождики. Июль, наверное, конец, начало июля. Это когда колосится рожь. И местами, если пройдут дождики, теплая погода, влажность, можно как бы пойти за грибами белыми и вот найти эти места. А потом уже, в принципе, это конец июля-август. Это второй как бы слой, можно так сказать, или период. И третий, если хорошее погодное условие, как уже здесь неоднократно озвучивали, влажность, дождики, тепло. Осень, сентябрь. Если сейчас дождики пошли и тепло, то уже начнут потихоньку грибочки растить. Татьяна Рудольфовна, наверное, готова продолжить о том, что при хорошей погоде и октябрь, и даже ноябрь, а вообще-то даже и декабрь, может быть плодовитым на грибы. Расскажите о тех самых поздних грибах. Те известные нам все грибы, они обычно до заморозков только. Единственное, это вот опенок осенний, он может и позже. Но есть такой гриб, как опенок зимний или зимний гриб. Если зима теплая, то вплоть до января месяца мы можем найти его в лесу. И если даже заморозок ударит, он превратится в ледышку, чуть потеплеет, солнышко пригринет. Получаем замороженные грибы. И он оттает, и как ни в чем не бывало. Александр Петрович, то есть по большому-то счету мы сейчас своим разговором не заканчиваем грибной сезон, а говорим о самом его разгаре. Ну, не совсем. Конечно, и может и не в самом разгаре, но, как говорят, каждый участок леса тоже имеет свою продуктивность. И вот тот запас грибов, который мы можем собрать в отдельных участках, это тоже имеет значение свое. Больше или меньше мы в один лес ходим по белые грибы, во второй по опята. Ну, да, каждый вид. Например, вот маховики, маслята, рыжики, они встречаются только в хвойных лесах. Такие, как белые грибы, лисички. Для них все равно, что березняк, дубрава, смешанный лес, сосняк. Вот. Единственное, что, допустим, маслятам надо посадки помоложе, а боровикам постарше. Вот если знаешь такие хитрости, тонкости, тогда даже из того леса в засушливый сезон, ты все равно наберешь корзинку грибов. А идти на территорию рядом с дачей Светланы Александровны. А Александра Петровича пригласить уже грибы отведать после всего. Конечно. Кстати, много говорили про погоду. Все мы заметили, каким дождливым было начало октября. Это в плюс грибному сезону? Конечно, в плюс. В нашем случае, да, конечно, в плюс грибному сезону. Это в первую очередь, конечно. Если будет сохраняться теплая погода, то и грибы. Ну и опять-таки, это завершило пожароопасный сезон в основном, потому что, в принципе, нас в первую очередь это радует, потому что по области был пятый класс, был запрет на посещение лесу, поэтому даже и при, так сказать, возможности такой сбора грибов, вход в лес был запрещен. Но сейчас этот запрет будет снят, и, наверное, все смогут сходить по грибам и будем надеяться, что погодные условия этому будут способствовать. Правда ли, что в последнее время все чаще появляются так называемые грибы-обманки? Грибы-двойники всегда были, и они практически у всех грибов есть. Единственные три гриба, которые встречаются в наших лесах, это черный подгруздок, подосиновик и рыжик, которые не имеют двойников ядовитых, и их можно собирать спокойно. Все остальные грибы надо, конечно, смотреть. Даже лисички имеют ядовитые сестрички. Это говорушка оранжевая, но у нее шляпка глажи немножко, более ярче. Гриб-зонтик пестрый с пантерным мухомором можно спутать. Опята осенние и летние тоже имеют свои двойники. Это сернисто-желтый опенок, который гораздо ярче, и тоже яркий – это кирпично-красный. Белые подберезовики тоже можно спутать с сатанинским грибом. Надо смотреть, мякоть у ядовитых грибов на разрезе краснеет. Хорошо специалисту отправляться на тихую охоту. А вот как быть тем людям, которые не очень-то разбираются в грибах, кто себя может обделить в прекрасной прогулке по осеннему лесу в поисках грибов? Где черпать ту информацию о двойниках, о хороших грибах, полезных? Татьяну Рудольфовну с собой не каждый раз возьмешь в лес, правда, когда идешь за грибами? Как быть? Можно ли доверяться интернету, либо обязательно надо с собой брать специалиста? Как найти того самого специалиста? Или просто проверить грибы перед заготовкой? Вы знаете, что я считаю, вообще практика показывает, что, как правило, нужно собирать только те грибы, которые ты хорошо знаешь. Если ты сомневаешься в грибе, и чуть-чуть даже возникает сомнение, лучше выбросить этот гриб. Потому что зачастую отравления, которые у нас регистрируются, и связаны чаще всего, когда люди по ошибке, а иногда по незнанию, или из-за какой-то гонки наживы какой-то грибной, путают грибы. И очень часто, например, отравления со смертельным исходом, когда бывают, это печально, но регистрируются они, как правило, когда грибник или просто человек незнающий, и знающий это может спутать, зелёную сыроежку путают с бледной поганкой. И вот надо отличать её уметь, поэтому сыроежки, вот лично я, чисто как грибник, и как специалист, который занимается отравлениями грибами, рекомендую, что сыроежки нужно собирать с ножкой, вытягивать эту ножку, выкручивать и смотреть. Потому что отличие от бледной поганки сыроежки, именно клубневидное утолщение на конце ножки, и маленькая такая юбочка на самой ножке. Обязательно нужно смотреть и вытягивать вот грибочки таким вот образом. Раз уж заговорили про отравление, как много случаев в Гуминской области произошло за этот грибной сезон? С учётом засушливого периода и прошлого года, и этого сезона, как бы не очень грибного, у нас регистрируется небольшое количество отравлений грибами, всего зарегистрировано сейчас 7 случаев, пострадало 8 человек, один из которых ребёнок-подросток, причём регистрируются случаи во всех регионах, это и город Гомель, и Леличинце, и Петриковский район, везде могут зарегистрированы быть. И среди грибов, вот по анамнезу, когда опрашивают пострадавших, это сыроежки, хотя встречаются и белые подберёзовики. Но вот отравление этими грибами чаще всего может быть связано, если люди берут старые грибы, потому что гриб – это как бы такая субстанция, которая богата водой, углеводами, белками, жирами, и она очень хорошо накапливает различные плюс вредные вещества. А гриб стареет, накопление вредных веществ большое, поэтому лучше старые грибы, переросшие, не собирать. Бледная поганка является самым ядовитым грибом не только в наших белорусских лесах, но и во всём мире. И для смертельного отравления достаточно съесть человеку 1-4 часть шляпки её. И надо добавить ещё про бледную поганку, что её токсин, аммонитотоксин, он не разрушается никаким способом кулинарной обработки. Варите, жарьте, парьте грибы, она не разрушается, этот токсин. Значит, и не разрушается этот токсин под воздействием пищеварительных соков. То есть как бы ни обрабатывали этот гриб. Знаете, когда вот приходится слышать советы грибников, друзья, собрали грибы, давайте трижды перекипятим, потом ещё раз сольём воду, ещё раз доведём до кипения. Что полезного остаётся в таком рецепте? Я бы сказала так, что нужно соблюдать правила кулинарной обработки. Мы уже поговорили, что нужно знать, какие грибы собирать, срок сбора этих грибов. Дальше нужно их хорошо отсортировать, очистить от сора, промыть. И, естественно, чисто я как гениз, конечно, грибы нужно отварить и слить отвар первым. Потому что все те вредные вещества, которые есть в грибе, они уйдут. И лучше отварить и слить в солёной воде. Ну, минут 15 покипятить и слить. И дальше заниматься уже отвариванием или другой кулинарной обработкой. И если говорить про засолку грибов, потому что некоторые солят их в сыром виде, ну вот чисто для усвоения организма лучше солить грибы, которые прошли уже термическую обработку. То есть они отварены. И потом уже проводить засолку. Если люди солят их в сыром виде, конечно, нужно соблюдать время засаливания грибов. То есть время выдержки. Да, время выдержки. У нас были несколько лет назад, регистрировав случаи отравления солёными грибами, когда люди просто не выдерживали время выдержки засолки. Засолили сырые грибы и через 3 дня, 5 дней начали их есть в сыром виде. Естественно, ни одна желудочно-кишечная тракт у ни одного человека не будет готова к перевариванию такой пищи. Потому что гриб, сам гриб, это всё-таки тяжёлая пища для организма. Хоть и очень полезная. Да, хоть и полезная. И очень вкусная. Стоит поговорить и о признаках отравления. Что может быть тем самым звоночком, который просто обязан подтолкнуть любого нашего зрителя, отправиться к специалисту? Вы знаете, первые признаки отравления – это слабость, боли в животе, тошнота, рвота и понос. И уже эти признаки, если человек знает, что он употреблял грибы, нужно сразу обращаться за медицинской помощью. Не заниматься самолечением. В крайнем случае, пока вы ждёте скорую помощь, если вызвали уже, или едете к врачу за медицинской помощью, хотя бы нужно выпить активированный уголь и вызвать рвоту. Потому что уже это как бы снизит накопление, всасывание токсина, освободит немножко организм от вредных веществ. Поэтому не занимайтесь самолечением, а сразу обращайтесь в крови. И очень важно не затянуть время каждой части. Первые признаки вот эти появились, и сразу не нужно ждать, что тебе полегчает. Потому что иногда они немножечко ослабевают, эта симптоматика, а потом возникает симптоматика, которая уже со стороны поражения внутренних органов, когда вовлекается печень, почка, и происходят невосстановимые изменения в организме. Это вот особенно для бледной поганки характерно. Иногда вот сильная рвота по носу, боли в животе, дальше чуть-чуть легче становится, когда особенно начали дезинтоксикационную терапию. А потом мнимое улучшение, и уже присоединяется симптоматика со стороны почек, печени, сердца, кровеносной системы. Немедленно сразу обращаться за медпомощью. Тема чистых продуктов питания актуальна, конечно же, для пощернобыльской и Гомельской области. Александр Петрович, как проводите мониторинг за лесными территориями? Другими словами, как объяснить людям, здесь можно собирать грибы, здесь сбор и тихая охота запрещена? Следует отметить, что, конечно, загрязнение территории лесного фонда области по-прежнему остается актуальным. И хотя на сегодняшний день площади постепенно загрязнения сокращаются, но мы имеем пока 45% территории области лесов в той или иной степени загрязнены радионуклидами. Это какие районы? Можем ли перечислить? Наиболее чистые, легче назвать более чистые районы. Это, в первую очередь, Октябрьский, Светлогорский, Житковичский, далее Лоевский, Петриковский районы. Это районы с наименьшей степенью загрязнения. У нас в области 18 постов радиационного контроля действуют в лесхозах. Они ежегодно осуществляют плановый контроль за состоянием, за изменением состояния территории лесного фонда, лесных кварталов. Проводится обследование. И, соответственно, могут принять продукцию, обратиться можно с собранными дарами леса, грибы, ягоды. Совершенно бесплатно это исследование будет проведено. То есть это доступно буквально для каждого человека, каждого жителя нашей области? Совершенно верно. Это для каждого известно. Значит, идя в лес, надо, в первую очередь, если не сложно, то посмотреть через интернет, на сайте лесхоза, на сайте объединения есть информация о загрязнении лесных кварталов. Также руководствоваться теми информационными знаками, которые установлены вдоль дорог на въездах в лес. Если обращали внимание, это что или запрещается сбор ягод, грибов, или... Знак радиации. Да, основной это знак радиации, и там написано, что сбор грибов и ягод разрешается с обязательным дозиметрическим контролем. Ну и, как правило, грибы можно собирать в лесных кварталах с уровнем загрязнения до одного кюри, до двух где-то. Ну, опять-таки, учитывая, что территория области неравномерна, что это вот конкретный участок, он загрязнен, а далее вот чистый, есть какой-то порог, то все-таки грибы, собранные на территории области, надо проверять на радиацию. Знаем, принесли сегодня в студию дозиметр. Скажите, что позволяет определить, и где чаще всего используете этот прибор? Дозиметр определяет мощность дозы излучения. Конечно, этим прибором определить уровень загрязнения грибов мы не можем. Допустимый уровень – это 370 бекериллий на килограмм по грибам, 185 по ягоду. Но вместе с тем, имея такой прибор, или можно и приобретать цены в частном порядке, мы можем определить уровень дозы излучения на этой территории. И если в среднем естественный фон составляет 0,1 микрозиверт в час, то с превышением, если мы видим значительное превышение этого уровня, соответственно, и плотность радиоактивного загрязнения почвы, наверное, будет здесь повышена. И грибы на таких участках, конечно же, будут с большой долей вероятности загрязнены. Поэтому это для общего, так сказать, информирования и выбора участков, где можно собирать грибы. Скажем так, карманный прибор любого лесничего? Ну, это приборы, конечно, это не любого лесничего, это приборы службы радиационного контроля лесхозов. Мы, как я говорил, ежегодно проводим исследования кварталов, проводится доза как плотности радиоактивного загрязнения почв, так и измеряется фон в лесных кварталах. Светлана Александровна, допустим, нет у меня такого прибора, и с информацией лесничих я не знаком о том, где можно собирать грибы, где нельзя собирать грибы. Если, допустим, лукошка боровиков я насобирал, как обезопасить себя? К специалистам-эпидемиологам советуете обращаться? Нужно обращаться в любой территориальный центр гигиены-эпидемиологии. Если у нас по городу Гомель, это областной центр гигиены, у нас лаборатория, которая может прекрасно проверить и в этот же день по телефону сообщить результат. Для исследований нужно, если это сушеные грибы 100 грамм, если это свежие грибы, можно минимум пол-литровая баночка. Грибо приносится бесплатно в лабораторию и измеряется. Если лаборатория не загружена, в течение двух часов человек может позвонить и узнать результат. Но, как правило, результат будет готов в течение этого дня. А часто приходилось наблюдать ситуацию, когда обратившемуся говорите, «Грибы есть не стоит», а человек отвечает, «Мы так много собрали, если честно, жалко выбросить». Приходится как-то убеждать, и какими методами это делаете. Это уже совсем самовредительство какое-то было бы. А я почему-то уверен, что такие случаи имеют место быть. Ну, вы знаете, что у нас ежегодно регистрируется превышение по содержанию радионуклидов цезия 137 в грибах. В среднем это 30-32%. Как в сушеных грибах, так и в свежих и консервированных грибах. Естественно, всем об этом говорится. И я, конечно, рекомендую, эти грибы не есть. Их нужно уничтожить. Светлана Александровна, правильно ли я понимаю, подобные службы лабораторного контроля созданы и на всех, без исключениях, рынках страны, не так ли? Я бы сказала, уточнила, не на всех рынках, а на рынках, где есть лаборатория ветсанэкспертизы. И, как правило, они тоже занимаются определением содержания радионуклидов в грибах. И люди, которые, физические лица, которые торгуют на рынках, приходя с грибами для торговли, проверяют, и обязательно лаборатория проверяет содержание радионуклидов рыночное. И дает талончик о содержании. И уже потребители, покупатели, приходящие на рынках, они должны не постесняться попросить. А это их право, как потребителя, по закону о защите прав потребителя, спросить этот квиток. Покажите, вот стоит, человек продает грибы, посмотреть этот квиток, и там будет количественное содержание и норма стоять какая. То есть он может сам прекрасно все увидеть. И плюс еще, на рынках запрещается продажа консервированных грибов, потому что все-таки консервы могут накапливать в анаэробных условиях, если попадут споры ботулизма, ботулинический токсин. И если это пластинчатые грибы, то они должны продаваться вместе с ножками. Без ножек пластинчатые грибы на рынке продаваться не должны. Это запрещено. Более того, знаю, некоторые до сих пор по привычке приобретают грибы у незнакомцев вблизи трасс. Вот чем это чревато? Насколько это опасно? Это вообще крайне опасно, и ни в коем случае это делать нельзя. Я хочу сказать, что мы проводим исследования нашей посты радиационного контроля, берут анализ грибов с различных участков леса, и отдельные грибы показывают уровень загрязнения 15 тысяч, более бекерелей на килограмм, а 10 тысяч – это уже радиоактивные отходы. Поэтому надо понимать, что по внешнему виду гриб ничем не отличается. Он не имеет радиации, как известно, ни укуса, ни запаха. Но вместе с тем представляет серьезнейшую угрозу. И мы те грибы, которые население приносит для нашей лаборатории, для контроля, с значительным превышением, мы их обратно просто не отдаем. И это правильно. Но вообще мне кажется, что даже если чистые грибы выставить к трассе, и они постоят несколько часов хорошего от них, уже вряд ли можно получить. Из последних случаев, как часто обращались к вам с грибами, приобретенными у незнакомых людей? Ну, никто не отчитывается, где он приобрел. Приходит просто проверить грибы. Ну и, как правило, все-таки очень часто, опять-таки, в этих районах грибы идут с превышением, пусть не таким большим, но и в 2, и в 3 раза. Хотя продавец упорно утверждает, что эти грибы сложены на этой территории. Да, но мы говорили об этом уже, что даже с уровнем загрязнения, которое относительно чистое, даже 0,1-0,2 км загрязнения почвы, мы можем иметь грибы с превышением, если мы собираем сильно накапливающие, тот же масленок. Поэтому проверка должна быть однозначной. Катя знает, что я в грибах не очень разбираюсь, а потому доверяю исключительно грибам из магазинов. Это шампиньоны всем известные, ну и отчасти, конечно, вешенки. Можно ли на 100% быть уверенным в безопасности грибов с прилавка магазина? Ну, как правило, у нас по законодательству производитель гарантирует качество и безопасность той продукции, которую он производит. И, естественно, в каждом предприятии, занимающемся выращиванием, производством грибов, проходит производственный контроль. Это или свои лаборатории, или по договору в любых других аккредитованных лабораториях. И на основании результатов лабораторных испытаний уже производитель выдает удостоверение о качестве безопасности, которое гарантирует, что да, эти грибы прошли какой-то лабораторный контроль нужный, и, естественно, они безопасны. Были ли случаи в нашей области в последнее время, что грибы, купленные на прилавке магазина, оказывались как раз-таки причиной отравлений людей? И проводите ли вы расследование таких случаев? Нет, даже вот на моей памяти уже никогда не было таких случаев. Часто приходится слышать, что мои любимые шампиньоны... И мои любимые шампиньоны. Наши любимые шампиньоны можно есть сырыми. Всегда хотел услышать мнение экспертов. Это один из сыроедческих грибов, который можно использовать не только в вареном виде, в маринованном, но и в сыром виде, в салатах. И даже там больше сохраняются витамины, чем в консервированном шампиньоне. Можно даже делать бутерброды, канапе, на кусочек хлеба, кусочек помидора. Здесь в углу экрана должен прописываться рецепт. Ломтик, грибы, колечко лука, сбрызнут лимонным соком и соевый соус. Прекрасный рецепт, Саша. Приятного аппетита. Я даже знаю, чем ты сегодня будешь ужинать. Пару сырых шампиньонов тебе в руку и приятного аппетита. Не надо забывать, что у многих вызывает аллергию. Жудудочно-кишечный тракт не готов к восприятию такой пищи. Сырых грибов. Сырых грибов. Почему я говорю, что лучше грибы отваривать для организма. Они более усвояемы. И нельзя грибы есть детям до 8 лет, потому что все-таки система пищеварительная у ребенка не готова к восприятию такой пищи. Беременным, кормящим женщинам, а также людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Да, и как можно мельче измельчать, а лучше через мясорубку прокручивать, чтобы лучше усвояемость была. Что ж от них останется, в конце концов. Самое полезное останется. Можно довериться специалистам. Нельзя не вспомнить про пользу грибов шиитаки. Эти грибы вот уже который год активно выращивают и в нашем регионе. Как вам такая альтернатива? Наверное, хорошая эта альтернатива. У нас как раз в нашем регионе, в Калинкайском районе расположено производство. Мы посещали его тоже были на нем. Современные технологии под контролем. Получаем действительно экологически чистый, проверенный продукт, который с уверенностью можно и с большой надежностью и пользой для организма. Кстати, про пользу стоит, наверное, отдельно поговорить. Я знаю, что грибы шиитаки в Гомельской области – это как раз-таки разработка Института леса. Да. Вот с 2008 года запустили производство на комбинате «Восток». И производят сейчас больше 70 тонн в год, из которых 3 четвертых части. Это составляет шиитаки, а остальное – вешенка. Кстати, у нас есть видеоматериал в тему разговора. Внимание на экран. Японский гриб шиитаки на комбинате «Восток» культивируют с того времени, когда в структуру предприятия влился Домановичский овощесушильный завод, что стало толчком к развитию отрасли переработки. С тех пор здесь выращивают до четырех видов лечебных грибов – вешенки, опята, трутовики и те самые шиитаки. Последний сегодня можно по праву назвать визитной карточкой предприятия. Японский гриб не только редкий и вкусный, но и крайне полезный. Если заглянуть в историю, представители императорского рода еще в давние времена использовали шиитаки в пищу для прекращения старения организма. Сегодня же на основе этих грибов выпускают дорогостоящие лекарства. Что же касается вешенок, то в хозяйстве их выпускают до 6 тонн в год. Пару лет назад в комбинате «Восток» снова пошли на эксперимент и стали выращивать вешенку королевскую, которой никто в Белоруссии раньше не занимался. Как шиитаки, так и вешенку выпускают в продажу под торговой маркой «Восточные грядки». К слову, грибы, выращенные комбинатом «Восток», сегодня можно с легкостью приобрести в фирменных лавках предприятия или с прилавка гомельских магазинов. Это программа «Добрый вечер, Гомели». Мы продолжаем говорить о грибах. И все же в чем польза грибов шиитаки? Во-первых, их надо использовать для повышения иммунитета. Антибактериальные, антивирусные заболевания печени лечат. И вообще это очень вкусные, с нежной мякотью и специфическим ароматом грибы. Кстати, про специфический аромат много разговоров. Здесь, наверное, важно, как приготовить шиитаки. Вот кто из вас поделится советом? Я обычно готовлю с луком, со сметаной. Никаких приправ не добавляю. Аромат грибов – самая лучшая приправа. Аромат грибов и в нашей студии. Татьяна Рудольфовна, расскажите, что за экспонаты принесли к нам? В Институте леса с 1973 года начала создаваться коллекция чистых культур, съедобных и лекарственных базидиальных грибов. А в 2012 году, в декабре месяце, она была признана национальным достоянием Республики Беларусь. В настоящее время там штаммов 335 разных видов до 70 грибов. Вот одним из них является лекарственный гриб аурикулярия. Гонодерма – это краснокнижник наших лесов. И срезать его нельзя? Да. Еще один лекарственный гриб. Также очень много в коллекции чистых культур видов вешенки. Вот один из видов – это королевская или степная вешенка. Но обычно на промышленных предприятиях выращивают обыкновенную вешенку. В основном культивируют. И, конечно, ситаки. Уважаемые гости, ваши советы грибникам и любителям употреблять грибы в пищу. Как обезопасить себя? И своих близких? Самое главное – собирайте грибы те, которые точно знаете. Потому что, как есть такая шутка, что грибы можно употреблять все, но некоторые только один раз. Поэтому, в первую очередь, чтобы у вас действительно остались хорошие впечатления от посещения леса – это собирайте те грибы, которые знаете. Мой совет тоже – собирать только те грибы, в которых ты на 100% уверен. А для этого надо хорошо изучать справочники, энциклопедии. Для того, чтобы рядом был опытный грибник, который мог тебя познакомить именно в природе с этим грибом. На картинках это не совсем то, и фотографии тоже. Во-вторых, надо правильно обрабатывать грибы. У маслят, у сыроежек обязательно снимать кожицу, потому что там скапливаются вредные вещества. Некоторые грибы можно и не мыть, только хорошо очистить от мусора, такие как рыжики, белые, и обтереть влажной тряпочкой. В воде долго тоже не держать грибы, потому что они намокают, впитывают воду, и многие полезные вещества просто растворяются в воде. Я хочу сказать еще, что грибы должны переработаны быть в тот же день, когда они собраны. Если вдруг что-то, как бы какая-то накладка произошла, то лучше поставить их в холодильник и на следующий день. Больше суток свежесобранные грибы хранить нельзя. И собирать, конечно, их лучше в лукошки, не в оцинкованные ведра и не в полимерную тару, потому что это оцинкованные ведра, это вообще как бы вредная посуда для сбора грибов. А такая проветриваемая корзинка, она хорошо как бы способствует сохранению грибов. Какой полезный и познавательный эфир подарил этот состав гостей программы «Добрый вечер, Гомель». Спасибо большое за интересный и полезный разговор и за ваши советы. Доброго вечера вам и вашим близким. Спасибо. Доброго вечера. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.